Как человек с земли? Я могу объяснить, почему он стал плавающим, но с моей точки зрения человека, который работает на земле, он всегда был плавающим, потому что когда курс плавает в плавающем коридоре, то с точки зрения тебя как предпринимателя, он всегда был плавающим. Про длинные деньги я могу сказать, что мне, например, в российской системе самому лично страшно отдавать кому-то деньги. Почему? Потому что я вижу, кому их потом управляющие компании или банки дают. У нас же какое такое среднее представление о деньгах? Если тебе достался кредит, который больше, чем на 5 лет, то в голове ты понимаешь, что его вообще никогда не надо будет возвращать. Соответственно, тратишь приблизительно так же. И так устроена вся система. У нас зомби предприятия – основная проблема России. Если честно, вот сейчас кризис, все плохо, а я вот в очередной раз рад. Может быть, хоть сейчас прочистится? Ведь количество денег, которые банки раздали зомби предприятиям, оно вот меня поражает. Я думаю, как минимум больше половины кредитов, которые выданы вообще банками, предприятия не собирались отдавать из прибыли. Принцип был очень простой. Как мне сказал один очень богатый человек, в России все дорожает, кроме овощей в осенний период. Поэтому, неважно, главное раздобыть чуть-чуть более длинные деньги, купить что угодно, а там разберемся. Так устроена была наша экономика 10 лет назад, так она была устроена 5 лет назад, так она была устроена полтора года назад. Я надеюсь, хотя бы сейчас не так будет из-за того, что санкции. Поэтому спасибо санкциям за это. Может быть, хотя бы меньше будут давать денег тем, кто их в принципе не может отдать. Теперь про деньги бизнеса. У меня тоже есть что сказать, почему бизнес свои деньги не вкладывает. Все очень просто. У нас есть два типа бизнеса. Первый тип бизнеса, который работает честно, платит налоги. За него все государство вложит. Потому что государство собирает реально налогов настолько сейчас много, что на нормальные инвестиции предприятие все равно не будет оставаться. Поэтому государство сказало, мы умнее, мы у вас заберем налоги и куда-нибудь ввожим. Поэтому, собственно, как будет вкладывать предприятие. Но таких меньшинство, большинство предприятий не вкладывает свои деньги, потому что зачем. Потому что они все равно не доплачивают налоги, они платят взятки. Ну и в принципе можно уже заплатить какому-нибудь банкиру небольшой откат для того, чтобы он за тебя вложил. Потому что так ты рискуешь, а так никто. Потому что если банк дал тебе деньги, и ты эти деньги потерял, то в принципе не рискует никто. Очень удобная ситуация. Но это вот такой небольшой взгляд с земли от предприятия, которое научилось работать почти отдельно от банковской системы и почти отдельно от государства. И чувствует себя достаточно комфортно в этом состоянии. Правда, вот иногда налоговую инициативу государства удивляют. А у нас, да, последнее, про налоги, последнее чуть-чуть. Я, наверное, это говорил уже очень много раз, но в этом отношении государство удивительно напоминает того самого алкоголика, который искал ключи под столбом, а не там, где потерял, потому что там светло. Удивительная вещь. Мы ходим в Министерство налогов и сборов, мы приносим списки, кто платит налоги, кто не платит. Кончается это проверками тех, кто платит. Потому что, правда, уже говорят в Министерстве налогов и сборов, вот обычные налоговики, да, или в налоговой инспекции, они говорят, ну подождите, ну как мы будем к них идти, они же у нас даже не зарегистрированы. Когда ты говоришь, ребята, у них обороты 3 миллиарда долларов. Говорят, ну мы не знаем, а как они называются. Но зато они всегда придут к тем, кто платит. Потому что если ты платишь уже так много, а им для того, чтобы выполнить план, не хватает совсем чуть-чуть, они звонят и говорят, а вы не можете, вот мы вам штраф небольшой выставим. И вот так устроен у нас сбор налогов. Если ты не платишь, к тебе вообще нет претензий. Но если ты, не дай бог, платишь налоги, то жди всех. Я думал, первые много лет я думал, что этот театр абсурда когда-то закончится. Но сейчас кризис, денег в бюджете не хватает, и он не просто не заканчивается. У нас это уже начинает уже играть в оркестр в том темпе, что не успеваешь это слышать просто. В общем, как-то такой небольшой взгляд земли на развитие финансовой системы России. Хорошо. На самом деле...